Так еще раз. Третий раз. Метр Николаевич, она задерживает, потому что вот где оказалось, зеленый-то ненавес. Теперь симки не получились? Смотреть надо, не могу сказать. Так, ну-ка, кто где стоял, задите еще раз. Теперь и вас, может быть, не получился банить. Ты встань сюда рядом снимать, чтобы ты попал у меня. Чтобы ты у меня попал с той стороны или где. Вот так. Так, бить не надо, просто стойте так. Все. От радости не знаешь, что делать? За молитвы святых отец наших Господи Иисусе Хрестественным Божьим помилуй нас. Аминь. Слава Святой Сыне и Святому Духу. Ныне и пресняли в Иисусе Хрестественным Божьим. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. За молитвы при чистой матери всех святых Твоих. Господи Иисусе Хрестественным Божьим помилуй нас. Аминь. Иисусе Хрестественным Божьим помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Так, докладывайте, какие происшествия были еще раз за день? Ну, Нина Александровна. Вчера, только выходи, рассказывай, что ты ко мне подходил. Так, рассказывай, что? Тут Степа с Сережей раздрались. Рот-то закрой, все время губы отвлечься, ну как это, у нашей ласточки. Нельзя так делать. Ну что это за поза такая, представь, парень. Ну какая ты это? Это явно, что и с дурдом избежал. Так, еще? Сережа накинулся на Степа, я не знаю из-за чего, но там они драться начали. Степа ему раз по челюсти, Сережа сразу отбежал. Тихо, тебя не спрашивают потом. Сидел и плачал. Я говорю, иди извинись. Он говорит, встанет, извинюсь. Я говорю, иди извинись. Потом позвал дед Сережу. Он говорит, ну ладно, не хочет извиняться, пускай. Ну выходи, а тебе говорят? Можно я? Да это не те Сережа-то? А какой Сережа? Кто ударил-то тебя? Выйди. Вот меня ударил Сережа. Я говорю, ты Сережа? Он говорит, нет. Даже здесь уже с обещаниями все стоит, прячешься. Можно я все рассказать по порядку? Вот смотрите. Нестор со Сережей играли в теннис. Нестор просто проигрывал. Я его решил поддержать. Чем? Ну что он выиграл Сереже? Чем поддержать? Падал он или как? Нет. Кричать давай. Кричать, кричу. Я просто говорил, тебе гол. Я Сереже все принимал из себя. Да. То есть ты как? Ты засчитываешь то, чего нету? Почему? Вот ему был гол. Я говорю, тебе гол. Голые они стояли, раздетые. Ну а как гол? Гол как сокол, пословицы говорят. Гол как сокол. Ну потом мне Сережа два раза ударил ракеткой по ноге. Сережа ударил два раза ракеткой по ноге. Было? А ракетка для чего? Чтобы бить по ноге Степу или мячик? А, нет. Сначала вот сюда дал, а потом вот сюда. Ну в первую очередь больше ты никогда играть не будешь там. Запомни это. Ракетки не прикасайся руками. Дальше рассказывай. Потом, они когда доиграли, я пошел на там замок. Я сказала два раза, Сережа проигрался что-то там 100-0 с Нестором. Ну там-то стой на ноль, нормально, стой. Просто чтобы Нестор хотя бы чуть-чуть порадовался. Потом я слез со Старжанки, а он за мной побежал. Он мне кинул фломастерами. Он потом, я вот так остановился, вот так повернулся, он вот тут пробежал. Потом он начал меня бить. То есть преследовал? Это явно дело, что это не случайное явление. Он потом, он когда вот так меня убил, вот так, хотя по лицу дать. Сколько раз ударил? Он, ну, раз шесть-пять. Шесть. Понятно. Он говорит один и шесть, это разница. Так один или шесть? Смотрите, я потом, когда он когда мне... Сейчас, сейчас, подожди. По порядку, а то тут забудем. Один раз ударил или шесть раз? Один. Он говорит один. Не один ты мне раз, ты мне вот сюда дал, вот сюда дал, сюда. Вот это уже получается три. Ну давайте нам еще и согласимся, не один и не шесть, а три. Ну Илья и говорит три раза. А? Илья и говорит три раза. Илья дал сведения. Соглашайся, что три раза было, а то шесть начисли. А? Один. Один. Можно я? Ну, я сижу на лавочке, слышу, вот там сидит на последней лавочке Сережа, а на Тарзанке и Степа, они ссорятся с чем-то. Ссорятся. Два христианина ссорятся. Это не мусульмане. Мусульмане не ссорятся, евреи не ссорятся, запомните. Это только русская нация, поэтому она поставлена в мировом масштабе на истребление. Это самые непокоривые, самые недисциплинированные и поставили задачу истребления славянского населения. Мне не надо доказывать, что вот она налицо. Они берут-то с чего-то. Так это в лагере христианском, где каждый день мы подводим итог четырежды в день. И несмотря на это вот такая петрушка идет. Потом я подхожу, спрашиваю, что произошло? Сережа молчит, ничто, ничего не говорит. Он никогда не скажет. Он сразу за задницу руками, только чтобы не наказали. Подхожу к Степе и говорит, подхожу к Степе и спрашиваю, что произошло? И Степа говорит, Нестор выиграл Сережу по теннису со счетом 100-0. Потом я подхожу к Сереже... Так, Нестор выиграл? Нет. Нет, нет. А кто выиграл? Я его держать хотела. Потом я говорила, ну ты, Сережа, ну почему ты с ним поиграл? Он-то играть-то толком не умеет. Пусть он хотя бы победит один раз. Понятно, маленький, не та рисовая категория. Тут еще такой момент. Выиграл Сергей, а он его допекал специально вот этот вот отрок. Нестор выиграл 100-0, Нестор выиграл 100-0, Нестор его просто специально допекал. А вот это вот... Чего допекал? Нет. Я просто... Я просто... Я просто... Я просто говорила, что... Он провоцировал... У Чехова, ты знаешь, как горбун? Он уходил и все время говорил конюху, горбун! Тихо! Доказывать не надо. Горбун! Горбун! Ну тут, в конце концов, его оглоблей двинул и убил. Это допекать называется. Так было ты его неправду говорил, решил его поддержать неправды. И он последний раз сказал, когда вина к нему подошла, Нестор выиграл со счетом 100-0. И он это... Слезы у него потекли, он на него набросился. Кто набросился? Слезы потекли, Сережа встал и пошел за Степаном. Он побежал, и Степа побежал. Так было? К буму, и они там раздрались. Вот уже не можешь сказать, так или не так. Они там раздрались. Побежал за ним, когда уже игра кончилась, пошел туда. Фанаты друг друга пошли бить там. И одного убили у Сверидова. И Степа, когда на него три раза ударил, Степа его вот так бухнул по челюсти. Сережа сразу езжал туда к буму. Смотрите, вот когда он бьет по лицу, можно вот так сделать защиту. Я ему случайно вот когда вот так бил, вот так коснулся чуть-чуть. Ты считаешь, что ты сильнее его? Как нет? А как же ты мог бы кинуться, драться, если ты считаешься, что не сильнее? Допекли. Но как ты можешь бросаться, драться на того, кто сильнее тебя? Явно, что ты поражен будешь. Как ты мог броситься на него? Ты считался, в это время ты его победишь, да? Или что? Без последствий клюнул, но убежать надо куда-то. А ну-ка покажите, как борется. Дайте сюда. Вот два. Вот два. Покажи. Поваритесь, я посмотрю, кто сильнее. Нет, нет. Просто так берите друг друга и повалите на землю. Лопатками, чтобы земли коснулся. Давай, 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 давай еще. Лопатки не бросай, на лопатки положи. Не убегай с ринга. Давай, давай, давай. На траву тащи. На траву, на траву. Сюда, назад, назад. На траву. На траву тащи туда. Ну иди сюда. Иди, иди, иди. Не надо. Вот сюда. На траву. Давай. Бери его. Ну посмотрим. Бери, бери. Бери, бери. На подножку заднюю. Давай. Я это и делаю. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. На лопатки, чтобы положить. Ну. Не убегать с ринга. Давай еще. Быстрее только. Ну, мне когда обедать надо. Давай, бери, бери. Не надо. Докажи, что. Бери его. Положи на лопатки. На лопатки. На лопатки. Бери, быстрее. Сережа, не поддавайся. Не вдумай слезу пустить. Не вдумай. Крепко держись. Лжи на лопатку, чтобы лопаткой не подавить его. Вот и делай. На Лопатку, чтобы лопаткой не подавить его. Вот, и делай. Сережа победитель становится. Аллилуйя. Вот такая штука. Аллилуйя. Так что он кидался то у него в основание было. Ну, то, что ты задирался, это вина большая. Он разозлился, что ли? Разозлился, что ли? Ну, да. Ну, конечно, там ты обыкнешься. А то мы пойдем туда бороться и еще поборемся. Так, еще какие происшествия были? Можно еще, я скажу? Ну, что? Вот после пришел. Вернулись, после войска. Вернулись, после войска. Степан и Иван. Степан и Иван. Кто? Выходили сюда. Иван не подходит и говорит. А Степан меня бьет палкой, которой они пасли. Кто кого бил-то? Кто на ком стоит? Степа ее бил палкой. Степан, Ваня подходит. Степа, бил ты палкой ее? Я сказала, смотрите. Он сказал, давай подходь мне, я там... А тебе больно, если я так тебе... Я даже тихонько ударю. Степа, есть такая поговорка. А Бин говорит, ты за что меня ударил? Кирпичиной по плечу. А он говорит, я зато тебя ударил. Познакомиться хочу. Кирпичиной-то по плечу. Кого ты бьешь-то, Степа? Вот и глянь. Ну, разве не видно, что она уже красавица? И пройдет еще лет пять-семь. Ты вот таким юном вокруг ее будешь бегать. Чтобы она на тебя хотя бы разок посмотрела. Внутри видно, что у нее вся стать. Она и лицом, и статью, и всем. Она уже колосится. Как ее можно обижать или что-то? И голос у нее, и память у нее отличная. Это ее на выставку можно выставлять будет. Ну что, простите, давай тоже. Вчера вы, когда ушли, Степа ей не обозвал. За столом. Ну ты вот так показал. А, он у меня обозвал лох. Не просохнешь сегодня. Как обозвал? Лох. Степа, ты далеко залазишь. Понимаешь, нет? Наказание. Нормально, просто не сидеть, разговаривать, ничего. Это показать, вот, фигу. Это вы можете. Становись, ты, я смех твой превращу в плач. Степа, Тихо, Ильич. Он это сказал вот так. Не он только, но мы перелебали. Ну ладно, 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 это мы разберемся. Так, еще что-то было. Так, воспитатель что-то рассказывал. Ну-ка расскажи. Слушайте внимательно. Старший воспитатель будет докладывать, как вы себя ведете. Вчера вечером приехал у нас один мальчик, но он был. Слава тебе, Господи, что он приехал. Пошел он в туалет и начал поливать этот туалет несчастный. Так, и что делать? Поливать стал с бронспойда. А кого он там стал поливать-то? В туалет. В туалете кто-то был или не был? Виктор Николаевич там был, на него попала капля. Ну, придем. Сейчас. Не завтрак, ночи. Так, тихо, смеху никакого нет. В туалете был старший воспитатель. То есть, вы? Он самый. Хорошо, что не утонул я. Слава тебе, Господи. А ты что решил? Тепой. В жаркий день ты решил маленько поливальной машины? Скоро, что не было. Да, нет. Вы знаете, что... Пол стены сразу покрасил. Это разруха, Филипп Филиппович. Разруха наступила. Вот это да. А вас в школе разве так учат? Иначе... Вы понимаете, что, во-первых, моча это ценный минерал. Если рано у тебя есть, я в прошлый раз как порезал, прям до кости. Все, помочил, все заросло, как на собаке. Нигде ничего нет. Дальше. Ходить в определенное место надо. В Библии говорится, если вздумаешь, пойти за стан, сесть за стан отдельно, возьми с собой лопатку и зарой испражнения. И причина какая? Потому что среди тебя ходит Господь. Вот почему надо быть чистым, целомудренным. А зачем тебе туда было тащиться-то? Да вон крапиву подошел на землю. Зимой идут, вот везде там желтое, там коричневое. Если даже сходил где-то, затопщи, чтобы ни один человек не видал, не знал. А у нас курсанты всегда... Ты не рассказал, что надо делать? Нет, не рассказал. Значит, ведерко воды налить. Швабры, весь туалет снаружи и изнутри. Так кто еще такое делал, ходил, поливал? Кто мимо ходил? Говорят, что многие так делают. Так кто ходил мимо и там все проливал? Я спрошу, кто это делал? Выйди сюда, кто делал? Почему-то я подумал, что никто не выйдет. Не сознается. Надо Сталина с НКВД, чтобы узнать. Ваня, Сергей давно это делал вокруг. О, пошло. Сталина. Мы без Сталина разберемся. Ваня, ты мимо ходил? Я никогда не сознаю. Мимо ходил мимо унитаза? Мимо. Это разруха. Нет, я это не делал. Никто не ходил? Ни Дарья Петровна не ходила, ни Зина, никто. Ни Зинаида Прокофьевна. А ты знаешь, что там кто сидит? Ну, а если бы кто-то еще постарше был, то тоже бы я не пожалел на него лекарство. Если вот это, где он закрывается сзади, если он был вот таким, значит там не стоишь. У меня еще не было такого случая, чтобы зажали там и поливали после жаркого дня. Вообще. Так, платочки показать. Сейчас. Хоп. У кого нету, выходи сюда. Выходи. Все. Платочков нету. У всех есть. Так. Вот. Вот. Так.